Добрый день! Сегодня выходной, обыкновенный выходной и ноябрьский день, яркий и солнечный. Я вышла из дома, чтобы прогуляться и показать вам одновременно французскую деревню, в которой мы живем. Улицы, которые мы сейчас пройдем с вами, построены были в 50-е, 60-е годы прошлого века, то есть 20-го века. Эта деревня сейчас уже практически примыкает к Страсбургу, но является самостоятельной единицей. Я покажу вам, как живут простые французские люди именно в этой деревне. Гулять нам можно не далее одного километра от дома, и иду я по нашей улице. А сейчас ноябрь, но листья еще не все пожелтели и не все опали. Осень продолжается. А зима наступит во Франции только 21 декабря. То есть отсчет идет времен года по астрономическому календарю. Зима начнется 21 декабря. Весна начнется не 1 марта, как в России, а 21 марта. Лето, соответственно, 21 июня и осень 21 сентября. И, кстати, погода соответствует этому календарю. Люди гуляют. Погода замечательная. Сейчас 17 градусов тепла. Перехожу улицу. И перед нами дом престарелых. Тихое, уютное, спокойное место. У каждого человека здесь своя небольшая комнатка. А вот и вывеска. Мизон до ретрет. То есть дом престарелых. Это вестибюль. И вижу я залы, холлы. Где сидят люди в масках. Общаются между собой. Это пожилые люди, которые здесь живут уже постоянно. Сегодня выходной, поэтому, видите, много машин. В этот раз, в этот карантин, не запрещено посещать родственников в домах престарелых. Дома престарелых здесь в очень хорошем состоянии. И я слышала, чтобы жить в таких домах престарелых, нужно минимум где-то 1800-2000 евро в месяц. Ну, у французов хорошие пенсии. И в любом случае, конечно, помогают дети. И такие дома престарелых есть в каждом районе города. И даже в деревнях. А у входа приехал кто-то из посетителей. К своим родственникам. Навестить. А вид сегодня как будто весенний. Небо голубое, солнышко светит. И все повыходили из домов. Дома постройки 50-х годов прошлого века. Так жили и французы, и немцы. Они начали восстанавливаться. И заново жить после Второй мировой войны. Ну, естественно, государство выделяло хорошие льготные кредиты. И земля тогда стоила недорого. И можно было себе позволить построить такие дома. Ну, естественно, кредиты были не на 5 лет. На 20, на 30 лет. Но видите, какие дома и какие улицы сейчас здесь стоят. А вот еще две девочки проехали на велосипедах. Это специальная велосипедная дорожка. Здесь не бывает снега зимой, поэтому по этим дорожкам ездят круглый год. Это распространенный вид транспорта в Страсбурге велосипед. Наверное, вы уже видели в моих предыдущих видео о центре Страсбурга. Очень много стоянок специальных для велосипедов есть. У учреждений, у организаций. И по центру лучше всего передвигаться на велосипеде. Потому что нет стоянок для машин, нет парковок. А велосипед можно припарковать. Есть специальные парковочные места для велосипедов. Сегодня много машин, потому что все закупаются в субботу. Здесь ведь в воскресенье в Альзасе, в Лотаринге и еще в других регионах тоже магазины в воскресенье не работают. Вот, я хочу вам показать немножко дворик этот красивый. И домик. Видите, все подстрижено. Все красиво. Дома здесь расположены не близко друг к другу. Потому что в свое время все-таки земля была не очень дорогая здесь. И люди могли позволить себе купить землю. Смотрите, какая интересная штучка. Это фонтанчик летом работает. Очень оригинальный. Самокаты. Тоже, как и велосипеды, очень распространенный вид транспорта. Во Франции. Не только в Страсбурге. Спокойно сегодня иду, прогуливаюсь. Никуда не спешу. Ну, а здесь хозяин слежет травку. Газончик свой. Тоже красивая крыльечка. Сегодня я делаю экскурсию по нашему району. Удаляться нам от дома никуда нельзя далеко. А это все в километре от меня. И хочу еще показать вам. Это простые французы так живут. Которые по молодости, как я уже говорила, брали хорошие кредиты. Работали. Жили. Обустраивались. И в старости. Здесь в основном пожилые уже живут. И в старости у них есть хорошее, добротное жилье. Но жилье содержится, конечно, в очень хорошем состоянии. Каждый фасад периодически ремонтируется. Следят очень за внешним видом своих домов французы. Видите, здесь качельки детские. Видите, опять красивая крылеечка. Как я уже говорила в своих предыдущих видео, Эльзас – это бывшая немецкая территория. И она переходила от Германии к Франции несколько раз на протяжении истории. В последний раз Эльза стал французским с 1918 года. И в настоящее время это французская территория. А здесь еще и дровишки запасены. Ну, это для камина. Камины здесь в каждом доме. А во многих деревнях камины являются основным отоплением в доме. В Эльзасе существует свой эльзасский язык. И эльзасцы, многие из них говорят, что мы не французы, мы эльзасцы. Это так же, как в России существуют татария, мордовия, чуваши и другие республики. И в каждой республике есть свой язык, так и здесь. В Эльзасе есть эльзасский язык. И многие, особенно пожилые, разговаривают только на эльзасском языке. И принципиально не хотят говорить на французском. А старушки, вот я встречала несколько, которым уже за 80 лет они плохо говорят по-французски. Они говорят по-эльзасски. Вот еще один красивый домик. Цветочки. И фонтанчик еще работает. Так тихо, уютно водичка льется. А крыльцом все в хризантемах. Это уже на зиму декорация такая. И на самом крыльце чего только нет. Идешь по этим улочкам, и чем дальше ты идешь, тем попадаешь в большую сказку. А сказку эту создавали простые люди. И еще раз повторюсь, это деревня. Посмотрите, какой я красивый. Большой я там помарик. А здесь пожилая пара приводит в порядок свой дом. Стрягут костики, обрабатывают. Эльзас считается одним из богатых регионов Франции. Здесь в прежние времена были угольные шахты. В Латарингии, в соседнем регионе от Эльзаса, тоже были угольные шахты. И исторически, я еще помню из курса истории школьного, были постоянные войны между Эльзасом и Латарингией. Вот очень странно, что именно это я запомнила из истории. Хотя никогда в жизни не думала о Франции. И тем более жить здесь, во Франции. Но эти моменты мне запомнились. Французы очень любят декорировать свой маленький кусочек земли. Но чтобы там были какие-то декорации. Видите, здесь лягушечка. Что-то там еще. Вазочка, бидончик. Оригинальный домик. И герань. Герань высаживают много. Это розочки, бутончики еще набирают. Эти розы цветет. О, какой вход в здание. В доме какой-то красивый. Это вместо звонка. Можно посвечать в дверь. Фанайк. Просто не могу оторвать взгляды от красивых домиков и от их ландшафтного дизайна. Эти дома уже, конечно, постройки, наверное, 70-80-х годов. Здесь очень красивые дома. Я просто не подхожу близко к этой частной территории. И я не имею права снимать. Просто пройдусь и покажу вам эту улицу красивую. Деревня очень большая. Поэтому я на некоторых улицах впервые. Как вот на этой улице, к примеру. Березка. Я слышу шелестных листочков. Как будто оказался в России. Когда я вижу березы, первая ассоциация у меня с Россией возникает. Полочка тихая. И еще раз хочу повториться, что это не богатые люди, не сверхбогатые. Конечно, они все работают. И многие работали. Здесь много жилых пожилых людей, пенсионеров. Но самое главное, что они имели и сейчас имеют возможность жить в таких условиях на таком уровне. Видите, какая красота. Здесь вы не увидите ни у кого высоких заборов. И, как я уже говорила, нет ни приусадебных хозяйств. Нет ни грядок, не сажают ни овощи. И фруктовых деревьев тоже нет около домов. Потому что все это покупается в магазине. И вообще во всех деревнях, во Франции, не принято заводить хозяйство. Всем этим занимаются фермеры. У которых поля, у которых фермы. То есть каждый занимается своим делом. А это, видимо, почистили свой участок и сложили в пакеты. На неделю будет мусорная машина приходить и заберет их. Здесь не жгут мусор. Здесь запрещено жечь мусор. Огромные штрафы. Поэтому листья и все собирается в мешки, упаковывается. И обычно сводится каждым на свалку. А вот издалека по этому переулочку я вижу церковь. Это уже старый район, в который мы с вами сейчас тоже попадем. и подойдем ближе к этой церкви. Ну, вот тут на этой улице я вижу один дом, построенный еще в старинном ильзасском стиле с фахверком. Фахверк – это каркас деревянный, который заполнялся смесью глины и соломы. Но современные дома уже так не строят, потому что есть и бетонные блоки, и керамические блоки. О, листья какие красивые на улице. Поэтому это уже осталось в 18-19 веке. Хотя для того времени это был очень хороший материал. Солнце уже идет к закату. и становится немного даже прохладно. А днем было сегодня 17 градусов. Через дорогу от нас в здании гимназии. И посмотрите, какой интересный человечек. Такие фигурки стоят на всех переходах, которые ведут к школе. Это заостряет внимание водителя издалека. И водители уменьшают скорость. Видите, написано «Мерсия». Спасибо! А впереди здание почты, куда мы тоже ходим. Почтовых отделений не очень много. И в субботу они работают только до обеда. А в воскресенье все закрыто. И рядом находится евангелийская церковь. В Страсбурге много евангелийских церквей. Они небольшие. И, кстати, много людей посещают эти церкви. Эгли Сан-Люк. Эгли Святого Люка. А здесь небольшой парк. Скверик. Видите, сколько детей играет. Родители на скамеечках. И даже пожилые люди отдыхают здесь. Люди уже устали сидеть дома. Нет таких сильных ограничений, что нужно сидеть только дома. И поэтому люди выходят. Я вышла на улицу с многоквартирными домами. Солнышко закатывается. Видите, уже пасмурт становится. Иду по велосипедной пешеходной дорожке. Я продолжаю идти по этой улице. А здесь до моего дома где-то километра три. Не больше. Сегодня я нарушила правила. Отошла от дома больше, чем за километр. Но просто захотелось мне показать район, в котором мы живем. И район, который примыкает близко к Страсбургу. На этом я сегодня хочу с вами попрощаться. при любой погоде вам хорошего настроения. Удачи во всем. Здоровья, самое главное. Не забывайте мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду очень признательна. И буду показывать вам еще видео о жизни во Франции. А во второй части моей прогулки мы зайдем в красивый, старинный район этой деревни. Где вы увидите фахверковые дома, красивую церковь и старинные ресторанчики.